Назар Нет, не помню, но, хотя нет, предполагаю, я в 20 лет уже был в Москве, мы с Нелом, наверное, и с моими на тот момент уже друзьями в Москве собрались на вашей однокомнатной квартире и кушали грузинскую еду. Сигара была и еще чуть диски. А самый запоминающийся подарок за всю мою жизнь? Самый запоминающийся подарок за всю мою жизнь. Мой первый нецеленный сын. И такой вопрос, я видел в виде приглашения, да, там, по новым персонажам, по твоим альтер-эго, возможно. Лев Валерьяныч, да. А что у него при кунду? Нет, в основном все, что происходит от меня, все, то есть в моей карьере, все происходит из моей головы, поэтому Лев Валерьяныч родился именно там. Я решил немного утрировать возраст свой 30-летний, на два раза его умножить, и получился такой 60-летний старик из «Назад в будущее». Но на самом деле все подумали, что Венедиктов снимался у меня в клипе. Да, очень похож. Вот, не знаю, как Венедиктов сам отреагировал на это. Но съемки были веселые, Лев Валерьяныч обязательно вернется на экраны, потому что он крутой. Предлагаю снять реалити-шоу, да, вместе с этим дедом. Я взял этот год именно для себя на то, чтобы поэкспериментировать, поучиться игре на гитаре, попеть, походить на вокал и так далее. То есть как-то расширить свой диапазон и в профессиональном плане, да и чисто в моральном. Я знал, что не буду выпускать альбом в этом году, но материал постоянно пишется, и его нужно куда-то девать. Потому что я каждый день практически на студии, поэтому появился EP-автолюбитель. А роковый EP я люблю экспериментировать всегда, и это такой некий шаг от рэпа куда-то в другую сторону. Дальше Олимпийский через два года. Продолжение следует...